Привет-привет, с вами Астромов, вы на канале Анисанрайз, и мы продолжаем играть в легенды о героях. Выполнили мы два задания из трёх, которые нам оставил отец, и сейчас мы пойдём их зададим в гильзию, но перед этим немножко отдохнём. Номер в гостинице заняли репортеры, короче, из новостей Либерли, они могут прибыть с минуты на минуту. Понятно, но мы отдохнём, пожалуй. Нам нужно после шахты восстановить здоровье и энергию, и можно отправляться в гильдию с докладом о том, какие мы всё-таки молодцы. Хорошая работа, но похоже вы столкнулись с неприятностями в шахте, да? Откуда ты знаешь? Мне позвонили шахты, сказали, что очень вам признательно. А теперь расскажите мне, что там произошло. Хорошо, вот что там произошло. Так-так-так, похоже вы сделали куда больше, чем от вас ожидали. Иметь дело с неожиданностями, это тоже часть работы брайсеров. Надеюсь, у вас... надеюсь от вас ещё... Увидеть от вас ещё больше великих свершений в будущем. Предостави-то нам. Ну, можешь об этом не беспокоиться. Эстель всегда сует на свой нос во всё, что можно. Да, всё так, как он и сказал. Эй, с чего ты взял, что я такая любопытная? Потому что это ты. Твои навыки — это прямая линейность, любопытство и наивность. А разве не так? Да это не слишком ли резко, Джошуа? А ты в этом уверена? Ладно, успокойтесь оба. Итак, вот последняя работа, которую вы сделаете за Кассиуса. Вы ведь слышали о журнале новости Либерли. Ваше задание заключается в том, чтобы помочь им со статьёй. Это тот новостной журнал, который мы покупали на днях? И что там у них случилось? Когда ты сказала помочь со статьёй, что ты имела в виду? Кажется, им нужен опытный проводник. Они хотят сделать снимки в довольно опасном месте. Детали узнаете непосредственно у заказчика. Репортеры остановились в отеле Роланд. А, кстати, да, нам в этом отеле. Это же и сказали, когда мы там отдыхали. Держите направление от гильдии. Ну что ж, пошли в отель и поговорим с этими репортерами. Хорошая идея, пошли. Да, вот, собственно, мы только из отеля же вернулись. Ну что ж, пойдём назад, посмотрим, что там за репортеры такие. Я хотел бы кое о чём спросить. Репортеры из журнала остановились здесь? Ну, насчёт этого ты права. У них... у вас к ним какое-то дело? Мы пришли по поручению гильдии, чтобы помочь им. Правда? Тогда, с должным сожалению, я должен сообщить вам, что их сейчас здесь нет. Ты, случайно, не знаешь, куда они ушли? Кажется, репортер говорил что-то про бар. Может... Вам там поспрашивать? Бар? Хорошо. Спасибо. Спасибо за помощь. Ну, ясно. Репортеры пока ждут брасеров, уже пошли в бар немножко подвыпить. Так, а бар у нас может быть, по идее, вон, только там, на северо-западе, где стоят эти зонтики. По идее, только это место может считать... Да, это бар, действительно. Мисс Мирана, нам лучше вернуться в Боус, иначе мы пропустим следующую деловую встречу. Думаю, мэр тоже ждёт нашего отчёта. На днях приходила Широзарда, чтобы выпить, и... Ну, она была полная таз, как ты говорила, Эстель. Я даже не могу говорить о том, что она сделала. Да, понятно. Ну, отец Джошуа и Эстель об этом и говорил, что она пьёт просто как не знаю кто. А? А вы ещё кто такие, дети? Вы, наверное, репортер из новостей Либерли? Да, но откуда вы это знаете? Мне, конечно, нравится разнюхивать, но я терпеть не могу, когда кто-то сует нос в мою жизнь. Какое у вас ко мне дело? Мы представляем гильдию брасеров. Нам сказали, что вы ищете проводников. О, вы наконец-то пришли. Я ждал вас целую вечность. Так. Где Кассиус Брайт? Ну, понимаете, у него возникла неотложная работа. Так что сейчас его нет в Ролланде. Что? Я проделал весь этот путь ради истории об этом известном брасере. Чёрт, эта поездка оказалась пустой тратой времени. Я не понимаю, чем вы так расстроены, но, думаю, не стоит опускать руки. Мы вам поможем. Похоже, у меня нет другого выхода. Хорошо. Подождите, что вы только что сказали? Не стоит опускать руки. Нет, про... Мы вам поможем. Что вы имели в виду? Как и сказал... Как и сказал Джошуа, мы брасеры. К вашим услугам. Да, и вот наше направление. Эй, это, видимо, какая-то плохая шутка. Хотите сказать, что вы сопляки-брасеры? Сопляки? Ты... Так-то ты даму называешь. Какую ещё нахрен даму? Да ты в этой одежде вообще на женщину не похожа. Если не нравится моя оценка, то, может, тебе стоит одеть юбку и вести себя подобающим образом? Эта одежда сшита специально под бой с посохом и выглядит, как юбка. Слепой, что ли? Грубый старикан. Кто это старикан? Мне и тридцати, мне и тридцати не чёрт зери. Сэр, давайте вернёмся к делу. Реальность такова, что гильдия прислала нас. Я бы с радостью познакомил бы вас с кем-нибудь ещё, но... Я не знаю, когда они освободятся. Чёрт, некогда мне ждать. Похоже, у меня нет другого выхода. Ладно. Радуйтесь, детишки. Ваша взяла. Какой великодушный старикан. Полегче, Эстель. Я Джошуа, а она Эстель. А вы? Нил Бёрнс. Ведущий репортер из новостей Либерли. Хоть мы будем вместе и недолго, я надеюсь, вы хорошо справитесь с работой. Хм, я тоже надеюсь, что недолго. Кстати, а куда вы хотели отправиться? Так понимаю, вам нужен надёжный проводник. Поэтому вы собираетесь в какое-то опасное место, да? Да, я хочу отправиться в Узумрудную башню. Уверен, что вы уже слышали о ней. Вот как. Мы не только слышали о ней, но и недавно ходили туда по поручению гильдии. Ну, тогда, может, всё не всё потеряно. Я хочу, чтобы вы сопроводили нас до крыши башни. Мне нужно запечатлеть с неё вид для журнала. Ищите острых ощущений? Вы сказали нас. Кто-то ещё должен подойти? Да, мой фотограф. Она сказала, что её арбал-камера неисправна и отправилась на арбал-фабрику. Но она должна была уже вернуться. Если вы так торопитесь, то почему бы не отправиться прямо сейчас? Вы ведь собираетесь пойти сразу, как встретитесь с напарницей? Да, так и есть. Ладно, давайте отправимся к башне сразу, как заберём мою напарницу с арбал-фабрики. Какой-то подозрительный этот человек. Мне он не очень нравится. Ну что ж, задание есть задание. Придётся с ним поработать. Подождите. Я сделаю всё, что угодно, только, пожалуйста, верните фотоаппарат. Он мне дорожит жизни. Это проблематично. Пап, что ты делаешь? Ты взялся за эту работу, так что сам с ней разбирайся. А что тут происходит? А это не... Это она. Ну сколько тебя можно ждать? Нил, ты пришёл как раз вовремя. Пожалуйста, помоги мне. Ну, что на этот раз? Ты потратила все деньги, а на ремонт камеры не осталось? Удивительно, как ты догадался? Ты истновидящий? Когда это повторяется уже в сотый раз, даже полный идиот догадается, что тут произошло. Вы её знаете? Извините, что спрашиваю, но вы можете заплатить за её ремонт? Хорошо. Но запишите это как деловые расходы. Сколько? А сейчас посчитаем. Дегративные часы и ремонт. Вместе? Две тысячи мира. Подождите. Ладно, ещё ремонт, но часы-то откуда взялись? Ну, я ходила по магазину, пока они занимались ремонтом, и... Я увидела красивые часы, а когда я их взяла, они сломались. Хорошо, что их можно записать в зловые расходы. Разве это не замечательно? Для такого сумма слишком большая. Проклятие, похоже, мне придётся заплатить из своего кармана, а потом как-нибудь вернуть их. Вот, две тысячи мира. А это вам. Это самое странное сочетание людей, которые я видела. И не говори. Но то, что она платит из... Но то, что он платит из своего кармана, значит, что он, наверное, хороший начальник. Извините, что заставили вас ждать детишки. Пришлось позаботиться о небольшой проблеме. А кто эти дети, Ниал? Они брайсеры, которые будут нас сопровождать. Они займут место Кассиуса Брайта, с которым была договорённость. Эти маленькие дети? Я Эстель, приятно познакомиться. А я Джошуа. Значит, Эстели Джошуа, хоть вы и молодые, но кажетесь надёжными. Я Дороти Хат. Я новый фотограф новостей Либерли. Сейчас меня обучает Ниал. И как получилось, что я стал нянькой для этой девчонки? Будь ты проклят, главный редактор. Успокойся, успокойся. Скоро случится что-нибудь хорошее. Помолчало бы лучше. Ах, неважно, просто забудь. Раз уж мы все собрались, то давайте отправимся за историей. Значит, отправляемся в изумрудную башню? Да, вперёд. Мы за вами. Ну что ж, мы в изумрудной башне уже были. Однажды, когда мы спасали Люка и Пата, мы как раз таки поднимались на эту башню и добрались вроде бы до второго этажа. А так, главное, вот здесь бы без приключений дойти. Не хотелось бы там ни ману, ничего такого тратить. Главное, чтобы здесь не было тех жуков, с которыми я постоянно здесь сталкивался по пути в шахту. на которых я отваливался постоянно. В общем, главное добраться до башни, посмотреть, что же там такое. Угу, по идее мы идём правильной дорогой. И где-то здесь уже должна быть башня. Вау, эта башня действительно высокая. Интересно, сколько в ней этажей? В прошлый раз мы поднимались только на второй этаж, но судя по размерам, думаю, их здесь пять или шесть. В ней должно быть пять этажей, по крайней мере, так написано в книге у нас дома. Раньше её изучали, но сейчас, видимо, забросили. Кстати, вроде бы подобных башен немало в Либерле. Ты прав. Похоже, башни есть в округах Боуса, Руана и Зейса. Вероятно, они были построены в период основания королевства Либерле. Вот как, я уже начинаю ощущать историю. И сейчас моя работа, раскрыть правду об этих башнях. Дороти, сделай пару обзорных снимков. Конечно. Начинаем. Надо же, стоило ей взять в руки камеру, как она стала совсем другим человеком. Она выглядит совсем как профи. Уснула. Ой. Это очень больно, Ниал. Кхм-кхм. Так получается всякий раз, когда ты... Так делаешь. Хватит пытаться выглядеть профессионалом и просто снимай как обычно. Наверное, не стоило мне пытаться выглядеть хорошо. Ну, тогда сделаю это как обычно. Так, выглядит хорошо. Очень хорошо. Вот что я называю сексуально и стильно. А теперь скажи сыр. Не понимаю, почему она себя так ведет. Ведь она не человека снимает. Мне кажется, это естественно для нее. Она говорит, что может видеть выражение обстановки, что бы это ни значило. Хотите верьте, хотите нет, но у нее получаются весьма захватывающие снимки. Хоть это и выглядит смешно. Думаю, ее можно назвать гением, который на грани безумия. Надо же, все-таки нельзя судить по внешности. Хорошо. Я тут закончила. Замечательно. Тогда заходим внутрь. Наша цель – крыша. Я рассчитываю на вас, юнцы. Просто предоставьте это нам. Мы не позволим ни одному монстру наложить на вас свою лапу. Пожалуйста, держитесь поближе к нам. Так, ну, в общем, поднимаемся мы на башню. Я думаю, вот эти люди изменили бы она свое мнение, если бы они знали, что мы как раз-таки дети Кассиуса Брайта. это как бы меняет многое. Ну, я не хочу здесь сражаться с монстрами особо как-то, поэтому мы будем просто стараться пробегать их или сбегать из боя и будем подниматься все выше и выше. Мне все-таки интересно узнать, что же будет. Он, по идее, должен узнать, что мы его дети. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Ай, хотя нет, нет, нет. О, в общем, не хочу. Не сейчас, как-нибудь потом, в другой раз, потому что на крыше может быть какая-нибудь тварь, на которую потребуется очень много энергии, поэтому тратить ее просто так не вижу никакого смысла. Так, четвертый этаж. Мы почти-почти рядом. Остался пятый этаж и подъем на крышу. Ой, фу, какая мерзость. Сколько их здесь. Не-не-не-не-не-не. Только не сейчас. Ам, ну вот, пожалуйста. Мне кажется, или кто-то мог бы отвалиться сейчас. Придется что-то хомячить. Так, а что мы с хомячим? Что у нас есть вообще? Так, лечение. Фрикадельки есть. Отлично. Отлично. Так, фрикадельки и один пирог. Тогда сюда. Я вчера просто три раза, три, мать его, раза промок под дождем, и после этого голос у меня очень сильно подсел. И оно заметно, наверное. Главное, не заболеть. Потому что планов очень много. А если заболею, то какое-то время, естественно, не смогу записывать новое видео. Так, ну мы близки, близки, близки. Где-то должен быть подъем на... А, что это за дерево такое? Любопытное. А вот, похоже, и подъем на крышу. Изумрудная башня, крыша. А тут довольно ярко. Похоже, мы наконец-то добрались до крыши. Вы только посмотрите на этот красивый пейзаж. Совсем другое дело. Похоже, у нас получится еще лучший снимок, чем я ожидал. А вот об этом я говорил вам раньше. Что это такое? Похоже, на арбмент управляемый гигант... На арбмент управляемый гигантский котел. По моим данным, это какое-то древнее устройство. Хотя никто не знает, для чего именно оно использовалось. Хм. Эй, Джошуа, ты знаешь, что это такое? Джошуа? Незачем прятаться. Думаю, будет лучше, если вы покажетесь нам. Пожалуйста, только не бейте меня. Я выхожу, выхожу. Кто это? Значит, кто-то добрался сюда раньше нас? Вот те нам. Молодец, Джошуа. А вы? Пожалуйста, простите меня. Я дам все, что у меня есть. Пожалуйста, только пощадите. Послушайте, только не надо принимать нас за каких-то бандитов. Да вы знаете, что означает эта эмблема? Подождите, это эмблема гильдии брасеров? То есть, хотите сказать, что вы брасеры? Именно. Меня зовут Эстель, а его Джошуа. А мы репортеры из новостей Либерли. Эти двое помогли нам добраться до крыши башни. Какое облегчение. Пожалуйста, больше никогда не пугайте меня так. Вы показались мне подозрительными, потому что пришли сюда. Кто бы говорил, вы тоже выглядите довольно подозрительно. Может, вы скажете, кто вы такой? Прошу прощения, что сразу не представился. Меня зовут Альба, и я археолог. Я пришел в эту башню, чтобы провести исследование древней цивилизации. В одиночку? Удивительно, что вам удалось сюда добраться. Вообще-то, я уже привык исследовать подобные руины. Видите ли, я просто уверен в своих способностях, если вдруг придется убегать от монстров. Хотя, в этот раз я немного перегнул палку. Как по мне, так вы просто сумасшедший ученый. Однако, если вы археолог, то знаете, откуда появились эти башни, да? Да, по крайней мере, больше, чем обычный человек. Хотя, я совсем недавно начал свои исследования, поэтому много сам пока не знаю. Это просто замечательно, можете рассказать что-нибудь интересное об этом месте? Мне это нужно для статьи. Хм, дайте-ка подумать. Кто-нибудь из вас слышал о Септ-Тирионах? Вроде, отец Дивайн рассказывал о чем-то подобном. Вы говорите о семи сокровищах, наделенных силой, которые были вручены древним самой Эйдос? Именно. Судя по всему, эти древние когда-то правили землей, морем и небом при помощи этих даров. Кроме того, все указывает на то, что они раскрыли тайны времени и жизни. Примерно 12 веков назад эта древняя цивилизация была уничтожена при неизвестных обстоятельствах и Септ-Тирионы были утеряны. Об этой легенде также говорится в писании Септийской церкви. Но как все это связано с этой башней? По легенде, один из этих Септ-Тирионов покоится где-то в Либерле. И имя ему Ореол. Ореол? Звучит любопытно. Если легенда правдила, то я подумал, что смогу найти подсказки в этой башне, ведь она сама ведь она самая древняя в Либерле. И вот, я здесь. Вау, какая вдохновляющая история. Правда? Похоже, вы чувствуете мою страсть к древностям, да? Это просто восхитительно. Я так рад, что кто-то разделяет мои чувства. Так вам удалось найти что? Найти то, что вы искали? Я пока еще работаю над этим. Но если я пойму, как работает это устройство, то возможно к чему-нибудь приду. Думаю, это интересная история, но в таком виде она не годится. Извините, но того, что вы рассказали, недостаточно для статьи. Понятно, печально это слышать. Я удивлена. Не ожидала, что ты столь серьезно относишься к тому, что пишешь. Дело в том, что я не могу писать статью, опираясь на сомнительные источники. Мы можем написать про случайные слухи, но политика новостей Либерли требует, чтобы информация была достоверной. Ладно, давайте займемся тем, зачем пришли. Дороти, сделай пару панорамных снимков округа Роланд. Дальше снимай, что хочешь. Снимай, что хочешь. А теперь дуй отсюда и вернись с хорошими снимками. Поняла. Ваша ученица Дороти Хат принимается за работу. А что насчет вас, мистер археолог? Может отправитесь с нами в город, когда мы здесь закончим? Может эти двое и выглядят как малые дети, но из них вышли неплохие охранники? А что там не подсказывает, что это был не комплимент? Если вы не против взять меня с собой, то это было бы просто замечательно. Тогда решено. Может отдохнем, пока Дороти занята съемкой? ух ты, отличный вид. Отсюда видно весь Роланд. Таким видом эту башню можно было переделать в туристическое место и грести мира лопатами? Да, наверное, ты права. Что случилось? Ты такой бледный. Мне от тебя нечего утаивать, да? Мне от тебя ничего не утаить, да? Как только мы поднялись на крышу, у меня голова закружилась. С тобой все хорошо? Да, думаю, немного свежего воздуха и все будет в порядке. Почему бы тебе не воспользоваться моментом и не осмотреться? Но расширять свои знания при любой возможности это тоже часть работы Брайсера. Если найдешь что-нибудь интересное, то потом расскажешь мне, хорошо? Умеешь ты порою болтать? Хорошо, тогда я пойду осмотрюсь, но если тебе вдруг станет хуже, обязательно дай мне знать, хорошо? Конечно. Как ты себя чувствуешь, Джошуа? Все еще немного мутит. Я хочу отдохнуть еще немного, почему бы тебе не осмотреться? Хорошо, если ты настаиваешь. Ну что ж, в таком случае мы пойдем поговорим со всеми, осмотримся. Здравствуйте, Эстель, да? Ваш напарник в порядке? Да, он сказал, что ему просто нужно подышать свежим воздухом. Хорошо, тут ведь такой приятный ветерок, да? Хочу сказать, я впечатлен тем, что вы стали брасерами в столь юном возрасте. Насколько я помню, к экзамену на брасеры допускаются лица моложе, не допускаются лица моложе 16 лет. Вы определенно правы. И да, мне уже исполнилось 16. Хорошо быть молодым, в таком возрасте для тебя не существует преград. Был бы я лет на 10 моложе, я бы разгадал тайны всех этих древних руин на всем континенте, вот этими самыми руками. На всем континенте непростая задача. Значит, вы не из Либерли? Нет, я родился на севере. Хочу уточнить, я не из Рыбонии. Не волнуйтесь на этот счет. Хотя, я ненавижу войну, но моя ненависть не распространяется на людей из Империи. Вы потеряли дорогого вам человека? Да, маму. Извините, я не хотел затрагивать болезненные воспоминания. Все нормально, это произошло более 10 лет назад. Да и с тех пор в нашей семье появился новый человек. Человек. Вы про того мальчика? Да, он мне как младший брат. Хоть он пытается вести себя как старший. Интересно, почему я вам все это рассказываю? Обычно о таких вещах не рассказывают посторонним. Это нормально. Разве хорошие отношения? Это не прекрасно. Ну что ж, ребят, на этом мы серию закончим. Продолжим уже в следующей. Еще раз извиняюсь за голос, который был в этой серии, потому что действительно немного я похоже приболел. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.